Снимается все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Очень медленно идет она. Кто-то коричневый в ней сидит. Коричневый сидит кто-то. Хорошо. Прошу. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергии Абсолюта. Берем Арину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Арины поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. На месте. Арина идет к маме. Мы приветствуем Арину. Спрашиваем мамы разрешение на очистку биополя Арины. Мама разрешает. И я даю команду на счет три. Так, это серая. Пиши, что там такое коричневое. Что там такое, Вера? Похоже на ящер. И силам его намеряем вытаскивать коричневого ящера и кидая его в клетку тюрьмы. Да, будет так, а так и есть. Он на жабу похож. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Это ящер попорышками коричневыми. Считай цифры над головой ящера. 516. 516 ящер. Ну что ящер? Встретились с тобой, да? Он какой-то медленный. Он как будто очень старый. Мне все равно, старый он или нет. Вот. Смотрим дальше. И я даю команду, значит, три сканера. Начинает сканировать пространство над головой Арины, под ногами. Здесь 7 тонких тел Арины. Находит все. Там голова была, сердце, грудь и живот. Необъяс. Там не будет так много. Потому что ящер, он показывает, что он полностью поглощал ее. Лягушку, вот эту жабу он показал. Потому что это как переход между человеком и ящером. Это самое такое близкое. Слушай, ящер, а ты вообще как-то реальность потерял или как? Кто ты вообще такой, чтобы делать такое с ребенком четырехлетним? Влад, просканируй его. Есть защита? Нет, а защита у него. Реально какой-то самоубийца. Камикадзе. Что ты себе думал, когда ты входил в ребенка, ящер? Мне надо жить. Тебе надо жить. А твоя жизнь зависит от ребенка четырехлетнего? Чем твоя жизнь может зависеть от ребенка четырехлетнего? Насощается он ее жизнью. Через нее он жизненные силы получается. Получал. Потому что он встретился с нами. И мы сегодня заберем все его жизненные силы, которые у него вообще только были. Итак, ящер, ты находишься в очень печальном критическом положении. Я тебя сейчас... Не знаю, ты мне должен всю ситуацию разъяснить. Как долго ты находишься в биополе четырехлетнего ребенка? С рождения. С рождения. Когда ты зашел? Покажи ситуацию. Где это было? Он показывает непогоду, грозу, грязь. Ураган. Он где-то был... В общем, его тонкое тело, оно было выбито из того момента, где он находился. Ураганом? Нет, не ураганом. Он показывает пирамиду, в которой... Пирамиду летающую, в которой находится его тело в определенной жидкости. Да, знаю эти пирамиды очень хорошо. Вижу их каждый день здесь летают. И? Он сам был на Земле. Он не показывает, где он, лишь показывает, что он молнией был выбит оттуда. Ну, молния, что не в космосе была, где ты находился? Нет, на Земле он был. На Земле. То есть это его аватар идет, слава, как тонкая копия его. Я знаю, что у них аватары, как и у Греев, поэтому он находится сейчас в физической форме. Он получает показывать почему-то вот эту вот грязь, лякоти. Он ползет по ней, что ли, передвигается. И? И заходит в этого ребенка. В грудного. То есть мама была на улице, когда шла с ребенком, да? Нет, ребенок спит. Удивительная вы цивилизация, ящеры. Действительно удивительная. Хорошая вера, и бес у нас там еще остался, да? А у ребенка он зашел, потому что у других не было интерферентов. На тот момент. У тебя было 4 года возможность уйти из этого ребенка. Ты даже ее не рассматривал. Ты сосал у ребенка, который не развивается. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты восстановил его развитие. Она на 4 года сейчас развивается, как двухлетний ребенок по росту. Ты полностью, ты на нее страшнейший урон ее здоровью. И ты ничем не сможешь это искупить, ящер. Ты сегодня не уйдешь на свою чистоту. Я тебе отдам межгалактической полиции. Ты ответишь за все, что ты сделал. Это не взрослый человек, который осознанно делает или не делает. Это ребенок. У него еще нет такой осознанности. И ты не дал этому ребенку ни малейшего шанса. Вот именно поэтому, ящер, я тебя презираю. Ты просто обыкновенный банальный паразит. Обращаясь к бесу, бес, как долго ты находишься в ее биополе? В ее биополе? 6 месяцев. Где зашел? В портале. Дома? Да. У тебя есть еще что-то в доме? Да, много. Просто мы уже встретили рептилоида с Грэмми, которых я отправил. Сейчас в этот дом они все собирают. Встретил черта с воронкой, которая сейчас собирает все на земельном участке. Значит, ты тоже присутствуешь в этом доме, в квартире, да? Да, как без меня. Понятно, как без тебя. Хорошо, значит, мы тогда сделаем следующее сейчас. Мы проведем реверс-энергию, вытащим все, что вы оставили в ребенке. После этого я тебя, бес, отправлю в дом, назад. Будешь дожидаться там меня. И покажешь мне еще все порталы, которые находятся в доме. А за это я тебе соберу еще весь негатив, который находится в доме. Потому что негатив, находящийся на земельном участке, я отдам черту, как он меня попросил. Устраивает такой вариант? Устраивает. Хорошо, но ты отвечаешь на все мои вопросы. Итак, Верочка, у нас ящер и бес, больше никого нет, да? У нас никого нет, но вот ящер, он у ней как куб установил. Она как находится сейчас в этом кубе. Сила моего намерения, вывожу куб из биополя. Арины, один, два, три. Да, будет так, а так есть. Зависает в воздухе. Да, готово. Отправляя в клетку тюрьму. Да, будет так, а так есть. Готово. Хорошо, поехали. Начнем с реверса энергии. Я даю команду о тонкой копии Арины. Мама помогает спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Выстраиваются каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Арине. Выстраивая к этому кубу отдельный канал. Один, два, три. И отдаю ему весь негатив, который он дал в биополе Арины. Пошла энергия. Она маме спрашивает. Она показывает на ящера. И маму спрашивает. Мама, кто этот дядя? Он мне всегда говорил. Спи. Спи. Ну, возможно, это тот дядя, который сегодня сам заснет. На веки вечные. Еще пока не знаю. Ящер, откуда ты пришел? Какая твоя родная планета? В каком созвезде находится? Он говорит, не задавай мне такие вопросы. Мой дом на пирамиде. Уже много лет. Может, мы ее притянем сюда? В комнате диагностики твою пирамиду. Я уже пять пирамид захватил, насколько я помню. Ты же не командир корабля, случайно, нет? У меня другие задачи. Понятно. Мой дом закончился. Отлично. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Арина забирает всю чистую и светлую энергию, божественную энергию. Обратно пошла божественная энергия. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Арина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усиливаем потоки. Отдельно идет поток. Из этого куба. Из этого ящера возвращается какая-то энергия детства. Детская энергия. Он похитил детство ее. Чистая детская энергия. Энергия детской радости. Это самая чистая энергия. Вот он ее украл. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Так, Бес, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в биополе Арины. Бес, а у ребенка есть лярвы? Руки почему-то ребенок показывает. А что там на ручках? Если что-то есть, подсвечивается. Она трогает себя. Лицо трогает. Вера, давай вернемся к Бесу. Бес вытащил все? Он носки снял с нее. Я у нее спросил, есть ли лярвы? Лярв нет. Хорошо. То есть у нее есть что-то, но это не лярвы. Это как яд. Яд. Причем он выходит в разных местах. Включая внутренний белосвет Арины. Один, два, три. И этот яд выходит полностью из каждого тонкого тела Арины, из каждой клеточки и формируется в шар перед ней. Один, два, три. Из рук, из каждой части тела, где находятся наночастички этого яда, все как нити выходит, наматывается в клубок, в шар. Готово. Что там? Коричневый шар, плотный. Большой? Он небольшой, но он плотный. Отправляю в клетку тюрьму. Один, два, три. Над ответственным загорается ярко-красный маячок. Ящер? Да. Ящер. Ты еще и ребенка травил своим ядом. Хорошо, Ариночка. Как сейчас твои ручки? Нормально все? Или еще что-то есть? Покажи нам. Она говорит, что энергии, которые вернулись, ей щекотна от них. А это хорошо. Это твои родные энергии. Это приятные энергии. Хорошо. Так, я даю команду на счет три. Все, что находится в биополе Арины на чистоте ящера и на чистоте этого куба начинает на счет три выходить. Один, два, три. Отключаю ее. Под ключик все выходит, зависает в воздухе. Ну, ящера, получается, вернули, а вот от куба еще отсоединилась она. Из куба мы забрали весь биоматериал, да, Вера? Забрали. Хорошо. Так, значит, мы тогда сейчас переходим к процессу рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизацию Арины с кубом, с ящером. Сто процентов заканчивается автоматически. Ящер говорит, что ты его источника жизни лишаешь. А что ты думаешь, что я тебя сегодня с твоей жизнью не лишу? Готово. Я на счет три даю команду скэнеру на проверку, контрольную проверку. Один, два, три. Малейший наноч, частица уничтожается на месте, если что-то крупное, еще не обнаруженное, проявляется. Или скэнер отключает и выводит это из ее биополя. Так лучше. Чисто. Подхожу к Арине. Ариночка, сейчас будет весело. Кладу руки на плечи и даю импульс высокой аббрационной шоку удара, помогая Арине сжечь все каналы к интерферентам на счет три. Один, два, три. Удар. Сжигается все каналы, отлетают. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. И эти каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Понравилась, Арина? Стесняется. Хорошо, ладно. Так, бес, буду тебя сейчас отправлять в Дум, ты дожидаешься нас. Ты все понял, да? Понял. На счет три открывая портал против часовой стрелки в Дум, Арины, один, два, три. И бес забирает все, что он с собой принес и уходит в этот портал, дожидается нас. Закрывая, печатая, растворяя. Да, есть. Хорошо. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Ли выйти со мной на связь. Ли, я тебя приветствую. Я каждый день удивляюсь все больше и больше вот этому садизму, который вот этих ящеров. Это действительно такая паразитарная цивилизация, которая даже к детям с рождения, в младенческом возрасте, у него даже шанса нет вырасти. Он тормозил развитие ребенка. Вместо четырех лет ребенок как двухлетний развивается. И он еще тут возмущался, что мы, так сказать, лишили его кормушки энергетической. Как это, мне тяжело это в голове моей уложить. Неужели они до такой степени неправильно развиты, что они не понимают этого? У них другие понятия. Что ты сказал, он не воспринимает. Ну так оно и похоже. Я ему это все говорил, он никак не воспринимает. Он, единственное, сожалеет о своей еде. Куб установил в ребенке. Яд был. Яд все находится в клетке, посмотри. Они его забирают, все остальное уничтожат. Хорошо. Пиши письма, ящер. Еще долго на свой корабль, на пирамиду не попадешь. Он ядовитый, поэтому они в определенный бокс его сразу забрали. Готово. Благодарю, Ли. Хорошо. И под этим кубом, этим ядом открывается одна воронка в галактической ядро. И все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Арина, как ты себя чувствуешь? Не болит ничего больше? Нет. Хорошо тебе? Ну, ей интересно все. Она чувствует по-другому. Идет регенерация у нее. Я ей щекотна от этого. Отлично. Мы должны ее сейчас вернуть назад, чтобы это все на физический план передалось. И после этого мы Юлию вернем назад в ее биополе. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Арины в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии передаются на физический план. Синхронизируется и гармонизируется. Готово. Хорошо. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Я на месте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!